Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики! Я приветствую вас на моём канале! Сегодня 5 февраля, понедельник. А понедельник у нас работа в теплице, потому что у меня выходной на рынке. Так обычно я торгую на рынке с утра, а потом зимой домашние дела в основном. И только в понедельник я так более-менее серьёзно работаю в теплице, потому что ещё не время. Но вот кажется, уже это время наближается, и скоро будет основная работа в теплице. А потом она перейдёт ещё на огород, а торговлю тоже никто не отменял. Тяжеловато, и время идёт вперёд, а не вспять. С каждым годом всё тяжелее и тяжелее. Но это наша жизнь, без неё невозможно нам никак выстоять в этом мире. И потом ещё и любовь, любовь к выращиванию овощей. И надеемся, что в этом году будет удачная весна, ранняя, и мы ничего не пропустим. И не потеряем. А вот сижу, рассматриваю уже семена. Весна уже тянет на такое. Семена, рассаду, даже не знаю. Это цветы, которые я продаю букетом летом. И вот ещё купила одну. Хочу ещё для дома, ну, может, возможно, немножко продать для дома. Посадить вот с разными красивыми листьями. Для начала я колиус купила. Колиус-блюма. Смесь. Вот такая крапивка. Я бы сказала, она не. Но она бывает очень красивая, украшает клумбы, букеты. Не букеты, а, ну, такие клумбы. В общем, балкона. Я видела её на балконе. Это очень красиво. Возможно, ещё рановато её сеять. Да у меня там ещё и места-то особо не будет. И вот ещё мои любимые сухоцветы. Ну, матиола это, но потом. Без этого запаха вообще невозможно представить себе лето и весну. А вот мои сухоцветы любимые. Полуночное поло. Такой клеверок. Мне очень нравится. Ну, и мои сухоцветы. Вот их я, когда освободится у меня место, куда сеять, я их обязательно посею. Вот такие разные цвета. Будем собирать летом. Делать букеты вместе с вами. Их так любят бабочки. Летают над ними пчёлки. Вот сижу тут и рыбуюсь разноцветием. Белые, жёлтые, синие, розовые, фиолетовые. Всякие-всякие. А какие лучше приживутся. А бывает пропадают. Мы посмотрим. Уже лето. А вот сегодня я буду пробовать. Ну вот, готовлюсь потихоньку. Сегодня у нас по плану перчатки новые разные. Это вечно в старых забываю купить. Это даже брать не буду мотиволы. Это возьму на всякий случай с собой. Возможно, я сегодня освобожу ящики. Тут посеем цветочки. У нас сегодня серьёзная работа в теплице. Пришло время пикировать помидоры. Сегодня 5 февраля. Я буду пикировать помидоры. Надеюсь, в этом году уже у нас всё получится. И будут и огурцы, и помидоры. С надеждой не пропустить сезон ранних овощей. Мы идём в теплицу. И посмотрим, что там на улице, что в теплице. Вот мы и на улице. Весна весной. Часто меняется погода. Что в январе, что в феврале. Но не знаю. Я уже рассчитываю на тепло. Как-то зима долго. Как будто тянется. Вон уже лужи. Привет, Ларя. Как у тебя дела? А мы идём дальше. В теплицу. Ой, ну совсем тепло. И даже воздух какой-то весенний. И вот моя ёлочка. Белизна ушла. Появилась земля. Капель такая. Кто это? Кто это? И уже с бутончиком. Подснежники. Чудо. У меня ещё в одном месте есть. Пойду посмотрю. Тут тоже начинает сходить и сразу с бутонами, с цветочками. Киска. Ещё какая-то киска меня преследует. Привет тебе тоже. Ну да, я снять цветы. Это подснежники. Мы будем им любоваться. Подожди. Подожди, киса. А вот тут нарциссы будут. Вон они тоже сходят. Но ещё только-только-только. Вон полосочки. Полосочками. Тут там тюльпаны и нарциссы. Вот она температура воздуха. Самая точная в мире. Один градус тепла у нас сегодня утром. Добрались до теплицы. Мотор только что отключился. На одну секунду включался. Быстро-быстро отключился. И идём к нашей зелени. Вот тут так. Сейчас я разденусь. Иначе мне будет очень жарко. И начнём работу. Рассмотрим всё и начнём работать. Вот наши стаканчики, которые мы с вами делали. Уже довольно давно. Сюда сейчас ещё переставлю, чтобы всё на всей территории было. И надо их полить. Потому что земля тут уже высохла. Немножко подождать, пока они... Ну, с этого будет начинаться работа. Вот, новые помидорки. Это мы, напоминаем, испугались, что плохо... Ну, нам показалось, что долго всходит. В общем, волнуемся. И вот этот ящик первый начал всходить, а там что-то ни одного всхода не было. Володя перекопал его. Всё, не нашёл ничего. И тут ещё посеяли. А вот они и там зашли, и тут зашли. Вот эти я и буду пикировать. А вот какие огурчики. Это, которые остались два штук. Две штучки тенеустойчивые. А это обычные, которые мы будем садить в этом году. Вот их 19 штук зашло. Ну, и вот этот выброшу 18, значит, будет огурчиков. Это будут в таких вёдрах или в пакетах стоять в стороне, так, возле плёнки. Вот эти тоже будут пикироваться стаканчики. И помидоры эти, я смотрю, тоже растут, собственно говоря. Вот этот крайний даже ничего. Вот ему попрохладнее, он не так тянется. Такие уже потолще стебли стали. Но не цветут. Так же, как и поздней осенью, они у нас не цвели, не завязывались. Вот тут что-то похоже. Да, вроде собираются цвести. Они уже толстые. Если получится, буду прикапывать. А нет, так-так будут, наверное. Или будут, или не будут. Вот, если будут завязываться. Ну, тут тоже планируется цветочек, по-моему. Это лук-сивок. Думали зелени нарастить с лука-сивка. Но, возможно, если всё получится, мы вырастим просто лук. А там редисочка. Листики стали похожи на редиску. Петрушечка. Мелкие-мелкие листья. Ну вот, такие дела. Это тоже с этих, с пасынков. Вот эти вот помидорки. Три и четвёртые с маленького пасынка. Это недавно я пересадила. Пасынки растут. И вот тут под цветом, видите, как света не хватает помидорам. Вот под цветом, вот с маленьких пасынков, вот уже цветочки. А посадишь туда, там меньше света, и непонятно ещё, будут они расти или нет. Ну, вот такая вступительная часть. А дальше надо поработать. Я надеюсь, вы со мной. Сначала перенесём, чтобы там было всё ровненько и красиво. Туда побольше, сколько смогу, стаканчиков. А потом их польём. Сейчас засчитаю и продолжим. Ну, что, я уже подготовилась. Ой! На высотке растады. Вот растады, стаканчики, дырочки уже сделала. И сейчас буду пробовать. Посмотри, какие у них корешки. И заодно. Достаем. Корешков не вижу. Корешки маленькие. Всё, 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 лёгкие. Так, а потом польём хорошо. Ой! Всё, нормально. Всё, ладно. Всё. Всё, всё, fine. Всё, ладно. Всё сейчас. То, всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я для этого сейчас немножко сниму, подвину, посажу и обратно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, всё, что можно было, я попикировала. И теперь не пустые чёрные стаканчики, а растения тут. Я думала, пропустила. Нет, там есть. Сейчас я их полью, потому что некоторые были не очень-то сухие, сырые. А вы видите, один даже повесил ушки. Так что срочно поливаем тут. Срочно поливаем тут. Тут почти, да все. Тут все выбрала, посадила. Но они все вынимались вместе. Огурчики. Всё сейчас полью. И огурчики. Вот эти вот подрастают. Там ещё будут расти в том ящике. И вот ещё у нас вот эти вот помидоры. Экспериментальные. Их можно в любой момент поменять. И если они не будут плодоносить, то мы, конечно же, их поменяем. Вот эти помидоры, кто смотрит, постоянно знает, что у нас осенью тут росли помидоры. И это вот, господи, забыла, как это называется. С пасынков. Пасынки вырезали. Ставили вот сюда в стаканчик. Они пускали корни. И мы садили их в стаканчики. Ну, это вот эти в стаканчики. А эти прямо в землю я высадила. И вот сегодня Володя опять прошёл. Потому что они высокие, большие. Вот на некоторых, где пасынки были низко, он прям вот так бы отрезал. Чтобы там лучше корни разрастались. У кого пасынка, у меня даже низко. Получились высоковато. Так что эксперименты продолжаются. Так, а теперь поливать. Постараюсь хорошо, хорошо пролить. Что-то минус 8 лет. Видите, маленькие ушки. И маленькие, чтобы принялись. Добрый путь вам, помидорчики. Растите большие, сильные, здоровые урожания. И что урожай был вкусный, красивый. Ну, здоровый, естественно. Что-то удивлял нас и наших покупателей. Удивлял. Приятно удивлял. Своим вкусом. Своим видом. В добрый путь, помидорки. Вообще, мы уже занимаемся вместе с Володей больше 10 лет. И эти вот, все вот эти мои действия, это давно отработано все. И проверено. Я так пикирую, каждый год. Взаимно ухаживаю. Я так пикирую, каждый год. Я так пикирую, каждый год. Пикирую, каждый год. Полила. Даже очень тщательно. Люблю я поливаться. Неужели опять. я немного отошла с рабочего места своего пришла тут воншо, воншо, да будет свет вот так-то им будет точно веселее с посветочкой мы тут поговорили и сама знаю, что рановато буду ухаживать за этим, за что есть и буду, можете еще каких семян купить? куплю, но цветы еще рановато чуть позже будут цветы такой был сегодня день в теплице в теплице, такая работа вы мне помогали, спасибо за просмотры, за лайки я надеюсь, они будут ну, если захотите, то будут так вот, будем продолжать наблюдать за растениями ухаживать за ними думать про следующие следующие будут цветы огурцы, перцы на улицу помидоры в общем, рассада, это только начало сегодня первый день пикирования разрешили, что цветы рано тогда обедать уже час дня пора обедать спасибо вам всем кто интересуется кто мне помогает работать спасибо за просмотры, за лайки за ваше присутствие и до новых встреч наверное, в следующий понедельник а может нас позовет сюда работа и раньше так что если будут сюрпризы то будем подключаться а сейчас пойдем домой пухает, пухает я , я ну, все пухает, пухает как рыб х до рыб 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok